Друзья, всем здорова! С вами проект Firm Life и я Сергей Шихайлов. И сегодня мы будем анбоксить и мы в лице меня делиться с вами своими первыми впечатлениями от Yumi Digi, теперь называется так бренд Yumi, моделька Z Pro. Yumi Z у нас на руках уже побывал, на него был быстрый обзор. У нас по Yumi Z Pro будет отдельно распаковка, отдельно обзор. Сегодня анбоксим, смотрим на некомплектные два чехла и защитное стекло на морду аппарата и на содержимое комплекта официального к смартфону. Вы по желанию оставляете вопросы в комментариях под этим роликом и мы уже в подробном обзоре на эти самые вопросы с удовольствием, конечно же, отвечаем. Сразу скажу, что ссылки на сам смартфон и на аксессуары к нему будут ждать вас в описании данного ролика. Там же будет линк на кэшбэк-сервис Letyshops.ru, которым мы пользуемся сами и со смелостью рекомендуем и вам. Желаем Дмитрию Леонидовичу приятного аппетита, который смачно жует пловчик с салатиком. И начинаем распаковку с некомплектных оригинальных аксессуаров. Начнем с защитного стекла, поставляется в такой вот металлической коробке. Здесь нас ждут две салфеточки, одна сухая, вторая мокрая, для полировки морды лица аппарата перед установкой стекла. Само стекло выглядит вот таким вот макаром. Надеюсь, видно. Черный фон, вот так точно видно. Значит, оно у нас имеет вырез под кнопочку домой, там у нас живет сканер отпечатка пальца. И вырезы в верхней части под, я так понимаю, фронтальную камеру и датчики приближения и освещения. Так, стекляшку мы посмотрели. Двигаемся дальше. Чехол номер раз. Вот в такой картонной коробке поставляется. Открываем. Что нас ждет внутри? Нас здесь ждет вот такой вот силиконовый чехольчик, который имеет вырезы под камеру, под 3.5 миниджек, под все порты, динамики и так далее. Кнопки защищены у нас дубликаторами. Короче, чехол как чехол. На самом деле ничего супер фантастического в нем нет. Но для любителей базовой защиты, за недорого, я не думаю, что он стоит 15 баксов, я думаю, что это относительно дешманский чехол, в принципе, вполне себе сойдет. Ну и чехол номер 2 выглядит вот таким вот образом. Это буковка Z, одевается на тыльную часть аппарата и придает ему какой-то там, скажем так, экзотичности. Показываю на основную камеру для предметной съемки. Таким макаром выглядит. Как видим, пластик у нас прозрачный, имеет контур такой вот блестящий, как я уже сказал, вырез под камеру. Защиты от него немного, но аппарат в нем выглядит малость поинтереснее. И один, и второй, естественно, чехол. Мы оденем обязательно на смартфон, после того, как уже извлекем сам смартфон из комплектной... Что-то оно как-то так стрёмненько выглядит. Коробочки. Собственно, коробочка с самим смартфоном. Здесь у нас уже написано UMI DIGI. На обратной стороне у нас перечислены основные технические характеристики, для того, чтобы не тратить потом время на собственные характеристики. Быстренько их зачитываю. Здесь у нас сердце Helio X27. Это процессор от MTK 10-ти ядерный, работающий на частоте 2,6 ГГц. Это очень недурно, если что. Дальше у нас Android 6.0. По-моему, они обещали в ближайшее время обновиться до 7-го. Оперативы 4 ГБ 32 встроенной. Поддержка двух сим-карт, либо симка плюс карта памяти. Батарейка на 3780 пилиампер часу. 5,5-дюймовый Full HD экран. Фронтальная камера у нас 13-ти мегапиксельная, а тыльная сдвоенная. 13 плюс 13. Как бы все. Открываем коробку. Коробка, кстати, металлическая. И очень хорошо защелкивается. Открываем коробочку. Первым делом нас сам смартфон встречает. Он у нас в черном цвете. Выглядит очень даже симпотно, но о нем немного позже. Так, смотрим на комплектацию. Книжечка вот такая вот маленькая, вернее, конвертик. Открываем. Тут нас ждут бумаженцы. Вернее, бумаженцы я. Quick Start Guide на нескольких языках. И в прошлый раз, по-моему, на русском оно тоже было. Принципиальный вопрос я найду. Внезапно русского языка здесь не нашлось. Ну и хрен с ним. Я, как бы, понимаю, что мы люди славянские. Мы сначала ломаем, потом читаем инструкцию по эксплуатации. В общем, возвращаемся к комплектации смартфона. Нас здесь также ждет красивенский, вот такой толстелезный кабель USB Type-C. В черно-красном исполнении. Не совсем понимаю, почему так. Возможно, просто для красоты. Если на правах просто для красоты, то мне нравится. Дальше адаптер питания здоровенный, вот такой. С мощностью на 1,67 А. Юми всегда удивляли мощностью своих зарядников. И последнее, что нас здесь ждет, это скрепочка. Которая у нас прилипла к прекрасной пленочке. Ну и хрен с ней стою пленочкой. Вот таким вот образом выглядит наша жизнерадостная скрепочка. Все это, все, что есть в, так сказать, стоковом комплекте. Скрепка нам понадобится, мы будем смотреть на лоток. Далеко ее не убираем. И сразу же примерим, конечно же, чехлы. Чтобы потом к ним не возвращаться. Чехол, который у нас полиуретановый. Правильно я называю его, да? Эксперт в материалах, в химических соединениях. Так можно сказать, да? Дмитрий Леонидович. Замечательно. Удобряя. Значит, тут у нас, как я уже сказал, есть вырезы под камеру. Под динамики и под USB Type-C порт. Кнопочки, как я уже опять-таки сказал, защищены дубликаторами защитными. В целом чехол сидит достаточно плотно. И это хорошо. И опять-таки базовая защита. Я так понимаю, не уверен, но я предполагаю, за недорого. И второй чехол экзотический, который защиты он практически никакой не дает. Но выглядит, по-моему, достаточно своеобразно. Любители экзотических вещей, скорее всего, одобрят. Ну и теперь уже давайте переходить конкретно к самому замечательному нашему смартфону. Выглядит он вот таким макаром по фронтальной панели своей. Тут у нас защитная пленочка, вернее, транспортировочная есть. Мы ее снимаем. И тут у нас уже, я уже вот пальчик скользит, прекрасно чувствую, что есть олеофобочка на стекле фронтальной панели. На тыльной стороне у нас тоже есть пленочка, мы ее тоже с радостью убираем. Здесь у нас проживают новый логотип производителя, Юмидиги. Сверху сдвоенная камера, рядом сдвоенная вспышка и маленькое такое отверстие микрофона системы шумоподавления. Это все металл, в нашем случае окрашенный в графитовый такой темный цвет. Это тоже металл. И вот эти вот две полосочки, это есть разделители антенн. Ну, я надеюсь объяснять не надо, зачем это делается. На ребре, которая правая, находятся две кнопки. Первая, так, сейчас я блик поймаю, чтобы вам было видно. Кнопочка включения и качелька регулировки громкости. На ребре левом находится лоток, который мы с удовольствием открываем с помощью замечательной комплектной скрепочки. И любуемся лотком. Как я уже сказал, сюда можно установить либо две наносимки, либо наносимку плюс карточку памяти microSD. И переходим к верхней грани. Здесь у нас проживает только 3.5 миниджек. На нижней две зоны перфорации. Надеюсь, что видно их. И за одной, как обычно, микрофон, за второй мультимедийный динамик и USB Type-C порт. На фронтальной панели у нас находится кнопочка домой, которая не нажимается, она просто сенсорная. 5,5 дюймовый экран. Фронтальная камера. Разговорный динамик. Где-то тут у нас находится еще светодиод, я в этом полностью уверен. И датчики приближения и освещения. Единственное, что не помню, по-моему, на фронтальной панели в Yumi Z не Pro, а просто Yumi Z. Также находились вот здесь две кнопочки. По-моему, они подсветки не имели. Аппарат быстренько включаем. И пока он включается, я скажу, что пока предварительно он мне нравится. Мне нравится дизайн. Да, Yumi везде понемногу у всех поподглядывали и получили что-то свое. Но я лично с удовольствием и с приятностью, скажем так, для себя самого, слежу за тем, как китайские B-бренды развиваются. В прошлом году, даже скорее в конце позапрошлого года, очень радовал такой вот заметный прогресс Elephone. То есть они поменяли, я так понимаю, линию производства. Их продукты вышли на новый уровень. Ты реально берешь в руку телефон и кайфуешь, потому что сделан классно. Да, там могут быть вопросы к прошивке, к чему-то там еще. Но корпус обалденный. Теперь уже под конец 2016 и вот начало 2017 такой же прогресс можно наблюдать у Yumi. Берешь в руку телефон и понимаешь, что сделано клево, качественно и руками. Аппарат включился, давайте немножко его пощелкаем. Я быстренько провел процедуру первой настройки. И мы уже на главном рабочем столе интерфейса этого прекрасного смартфона. Я сразу вам покажу, что у нас русский язык здесь имеется из коробки. Play Market у нас имеется из коробки. И как нам производители обещал, у нас из коробки Android 6.0. Будет ли обновление? Ну, посмотрим, расскажем в обзоре. То есть, если вы сильно боитесь по поводу вот этой вот самой локализации, есть ли она здесь, теперь вы знаете, что есть. И Play Market из коробки тоже есть. Смотрим по традиции на диапазон регулировки яркости. Верхнее значение прекрасное. Вам аж слепит, я думаю, этот экран. По верхнему порогу вопросов нету совершенно. Нижний порог. Ну, так себе. Можно было бы и потемнее. Но съедобненько. Теперь смотрим на углы обзора. Так, по яркости норм вам. Более-менее. Смотрим на углы обзора. Более-менее неплохо. Как для IPS-матрицы, углы обзора более чем приличные. И при этом, скажу вам честно, что вживую картина суммарно более радужная, нежели то, что вы видите через нашу уже немного подустаревшую камеру. Суммарно, экран вполне себе ничего. По дизайну аппарат нравится, как я уже сказал. Версию Android я вам показал. Наличие русского показал. На экран мы посмотрели. И сейчас я ненадолго удаляюсь. Устанавливаю сюда ПО. Устанавливаю игрушки. Проверяю наличие обновлений ПО для смартфона. Пробегусь быстренько по улице. Сделаю там 5 фотографий. И уже вернусь к вам со своими первыми впечатлениями от этого прекрасного аппарата. И вы уже по желанию можете оставлять свои вопросы о нем в комментариях под этим роликом, чтобы мы ответили на них в рамках нашего подробного обзора, который выйдет на YouTube-канале Ferrum.com. Сейчас у нас распаковка и первое впечатление. Все, я побежал щелкать фотки. Скоро встретимся. И вот, друзья, я, собственно, и вернулся. И, как я и обещал, делюсь своими первыми впечатлениями от аппарата. Начнем, конечно же, с корпуса. Аппарат выполнен из качественных материалов. Тыл у нас алюминиевый. На морде у нас закаленное 2.5D стекло с хорошей олеофобкой. Загрязнение реально вот так вот. Апсвитер вытирается, как нечего делать. Сделано все качественно. Щелей и зазоров нет. Берешь в руку устройство и понимаешь, что ты не какашку держишь. Гаджет сейчас стоит в районе 250-290 долларов. Я посмотрел цены на Алиэкспресс. В среднем вот так вот он стоит. И как за эти деньги? В принципе, очень даже так ничего. По дизайну мне лично устройство очень даже нравится. Оно тыльной своей частью больше всего яблочко напоминает. Вот эта вот сдвоенная камера, она свое дает мордой лица. Больше всего лично мне напоминает он Meizu. Благодаря вот этой самой кнопочке. Выглядит гаджет классно. Мне реально нравится, мне зашло. Ну и не в последнюю очередь, благодаря цветовому решению, вот этот вот графитовый цвет, он очень классный. И как по мне, очень даже удачный. Но у него есть и малоприятная особенность. Реально пальчики с него вытереть вот с тыльной части достаточно сложно. Не микрофибровым полотенечком, его просто тряпкая, там, свитером или чем-нибудь, или об штаны, достаточно сложно оттереть. Собрано клево, как я уже сказал. И, естественно, слушаем скрипы. Стул не скрипи. Полная тишина, сборка, бомба. И ты, камера, не скрипи. И закрывая вопрос корпуса, нет, не закрывая еще, и еще одну вещь потом расскажу. Мы поговорим о сканере отпечатка пальца, который у нас проживает вот здесь вот. Когда у нас экран смартфона разлочен, точнее, не разлочен, а подсвечен, сканер работает реально молниеносно. Очень быстро. Еще раз. Очень быстро. А теперь потушенный экран. Помедленнее будет. Сравните. Выключенный экран. А теперь, когда он включен. Значительно быстрее. Это какая-то особенность прошивки Юми. Такое, по-моему, еще с Юми Плюс у нас. И закрывая вопрос корпуса, мы откроем камеру. Внезапно, да? И тут я вам покажу, что у нас есть. Так. Ну-ка давай. Это мне не надо. Включаем прекрасную фронталку. Видите нашу милую люстру, кусок моей башки и камеру, которая, собственно, снимает смартфон. И мы включаем тут, ребята, вспышку. Вот. Если вы любите либо пофотографировать свою прекрасную морду лица в темноте, эта милая вспышка вам поможет в этом прекрасном занятии. И мы будем переходить к экрану. Тут буквально несколько фраз. Я бегал только что по улице, как и обещал. Делал примеры фотографий. На улице у нас сейчас очень даже солнечно. Наконец-то развыднилось. Наконец-то поменьше стало тучек. Вот. И не всегда мне хватало даже максимального значения яркости подсветки экрана. Вот так вот. Под прямыми конкретно солнечными лучами иногда может не хватать. Чуть-чуть в тень зашел. Бомба. Все отлично читается. Даже максимальная подсветка не нужна. Что еще по экрану? Традиционно открываем распрекраснейший антуту. Вот этот вот, который. Он у нас загружается. Мы идем в скрин-тест. Мультисенсорный. И смотрим на количество касаний. Всего-навсего 5 штук. Это может некоторых огурчить. Ну, сейчас опять-таки будем запускать танки. И посмотрим, достаточно ли такого вот мультитача этому смартфону. Как по мне, это даже чуть больше, чем необходимый минимум. В остальном, по экрану у меня вопросов нет. На касание реагирует более, чем адекватно. Цветопередача не агрессивная. Цветопередача нормальная. Углы обзора и диапазон регулировки яркости я вам уже показывал. Про музыкальные возможности смартфона. Про оболочку. Про батарейку. Не знаю, о чем еще. Мы сегодня говорить не будем. Для этого есть подробный видеообзор. Поэтому, если вас что-нибудь очень сильно интересует, обязательно оставляйте свои комментарии под этим видео. С вопросами, собственно. И мы на эти самые вопросы постараемся ответить в нашем подробном обзоре. Переходим к камере. Начнем с фронталки. Как по мне, она здесь просто неплохая. Основная камера радует значительно сильнее. Скажу сразу, что традиционно уже у нас народный суд. Я на компьютере эти фотографии не рассматривал. Поэтому супер серьезных умозаключений от меня вы не ждите. А вот вы сейчас имеете возможность эти самые фотки посмотреть. Поэтому в комментариях под этим роликом пишите. Нравится вам камера Yumi, DJI, Z Pro или не нравится. Я эти самые фотки видел только на экране смартфона. И там они меня внезапно прям очень порадовали. Не знаю, чего она будет при просмотре на компьютере. Но на экране смартфона фотки бомба. Мы с Димой рассматривали и офигевали. Двигаемся дальше и будем переходить к вопросу производительности. Это последний момент, который мы сегодня рассмотрим, обсудим и пофантазируем на эту тему. Опять-таки открываем Antutu. Сейчас я сброшу немножко яркость, чтобы вам было лучше видно. И как вы видите, смартфон набрал почти 88 тысяч попугая в этом замечательном тесте. Кстати, тест этот прогонялся тогда, когда смартфон был горячим. Я на него фоткал, параллельно игры качались. Что-то я еще с ним делал, я уже не помню. Но я помню, что он был тепленьким достаточно. И еще и в этот момент я прогнал потом Antutu. И мы выдали вот такие вот неплохие баллы. И МХО это очень даже хорошо. Это означает, что смартфон с легкостью будет выполнять все без исключения бытовые задачи. Музыка, фильмы в высоком качестве, простенькие игрушки, интернет-браузинг, соцсети, ютуб. В общем, все, что можно, здесь будет работать супер. И только с супертяжелыми играми, например, с теми же танками с максимальной графикой. Здесь могут быть проблемы. Но мы танки запускаем прямо сейчас. И я скажу одну единственную фразу. У меня до сих пор остались теплые воспоминания о ЮМИ-Зет просто. Не про, который был. Он реально танки с максимальной графикой тянул, если я не ошибаюсь, 30-50 фпс. Это прямо вау. Благодаря тому, что, если я не ошибаюсь, тут уже установлена новая графика, которая все равно от МАЛИ. Но она уже, наконец-то, даже с тяжелыми игрушками, работает более-менее адекватно. И это не может не радовать. Собственно, давайте посмотрим, как прекраснейшие танки будут работать уже на новом смартфоне от якобы нового бренда. Поехали! Игра у нас запущена. Идем в настройки и смотрим, что. Сережа у нас выбрал максимальные пресеты. Вот. Все у нас включено. И давайте вот на этом танке мы, собственно, и покатаем. Игрушка загрузилась. Фпс со старта 18 уже 27. Люди вон поехали. 23-21. Вот такие помидоры. Но опять-таки 26 фпс. Напоминаю, что пресеты сейчас включены самые максимальные. Игра идет не со 39 фпс. Не совсем плавно, но очень неплохо. Фпс 36-33. Так, ехаем 32. Пацаны, шо такое? Чо стоим? Фпс 35. Сейчас вам Сережа покажет, как убить себя за 5 секунд. Фпс 40. 38-39. Внезапно. Мои смертушки тут нет. Хорошо. Мы найдем ее. 41. О! Иди сюда. На. 30 фпс. Воу-воу-воу-воу-воу. Ну, и как вот мне теперь по тебе по тваре стрелять? Кого оно волнует? 32 фпс. Круссадер. Получай. 28 фпс. На. 35 фпс. 28-26. Так, люкс. На. Готов. 50 фпс. 40 фпс. При том, что экшен в кадре есть. Если вдруг кто-то не заметил, скажу, что он очень даже есть. Ну, так нехорошо вот это доедать. 48. 41. Да, шо такое? Вылезай. Молодец. 51 фпс. 50 фпс. 49. На самом деле, очень неплохие показатели. Так, давай, чувак, стой, стой, стой. Молодец. 47 фпс. Так. О, давай, ДВ2. Камон. Вот бы ты, Сережа, еще попадал. Так, че такое? 51 фпс. Так. 50 фпс. ДВ2 идет к нам. Ха-ха. Мозилла. 51 фпс. Так, давай, давай, давай. Ой. Рикошет. 51 фпс. Так. Ну, давай, я тебя укатаю. Нет. 51 держится уже достаточно давно. Я прям приятно вообще удивлен. Так. 50 фпс. Вот так всегда. Только. Ах. 50 фпс и меня, в общем, а-та-та. Суммарно. Игра шла очень недурно. Аппарат нагрелся. Ни кипяток, ни грамма. Но нагрелся достаточно ощутимо. В верхней части, рядом с камерой, по традиции, тут без изменений. Как вы увидели, с максимальным набором эффектов, невзирая на месиво в кадре, игрушка шла с фпсом сколько? 30-50. По-моему, это очень неплохой показатель. Учитывая то, что, если я правильно понимаю, то это первая прошивка на данном смартфоне. Опытные пользователи Android прекрасно знают, что на первых прошивках большинство современных смартфонов работают так себе. 50 фпс, первая прошивка, есть надежда на светлое будущее. Я надеюсь, что со временем этот аппарат станет работать еще быстрее. На этом на сегодня у нас все. Напоминаю, что на Firm.com скоро выйдет подробный обзор. И мы ждем, собственно, ваших отзывов по камере этого смартфона и ваших вопросов по самому смартфону. Все вот это вот. Оставляйте в комментах под этим роликом. В описании этого ролика ищите ссылки на данный смартфон в различных интернет-магазинах, а также ссылочки на аксессуары, о которых мы сегодня поговорили, плюс линк на кэшбэксервис.итишопс.ру, которым мы пользуемся сами и со смелостью его рекомендуем и вам. На этом все. Не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и поделиться этим роликом с друзьями. Это действительно нам помогает. С вами были Сергей Шихайлов и проект Firm Life. Спасибо, что смотрите. Пока.